Заседание общественного совета парка в связи с эпидемиологической обстановкой было принято провести на открытом воздухе. Судя по количеству участников, тема благоустройства парков весьма важна для местных жителей. Сегодняшний день задача муниципалитета, всех, кто проживает на территории муниципалитета, всех людей, кому не все равно, как будут развиваться парки на нашей территории, подумать, продумать, внести предложение с тем, что бы хотелось, что возможно. Основным вопросом на собрании было обсуждение благоустройства Расторгуевского парка. Его планируется провести на субсидии, которые будут предоставлены по губернаторской программе. В Расторгуевском парке у нас две субсидии. Одна субсидия 20 миллионов, другая субсидия 17 миллионов. По 20 миллионам субсидий нам планируется установка модульного туалета, модульная зарядная станция, также проводится хороший воркаут-площадка, детский игровой комплекс планируется. Помимо этого в Расторгуевском парке будет скейт-площадка. Сомнения в целесообразности ее строительства возникают в основном у старшего поколения. Но у молодежи и их родителей другое мнение. Мы, как родители наших детей, которые проживают в Расторгуевской части, считаем, что скейт-площадка, про которую вы тут все говорите, против, она должна быть в нашем парке. У всех один вопрос. Чем больше площадок, ребятам, тем лучше. То есть, если у них есть место, где кататься, соответственно, они будут соблюдать правила. Также в Расторгуеве планируется установка веревочного парка и троллей через пруд. Если подрядчик справится с поставленной задачей, потому что мы хотим троллей сделать через пруд. То есть, не просто на земле, а именно, чтобы некая такая экстремальная площадка, которая там будет. На встрече жители могли озвучить свои мнения и предложения по будущему оснащению и наполнению парка. Хотелось бы сохранить его историческую часть, зеленую, которая там существует еще с довоенного периода, в которой существуют и животные, которые там всегда были, ежики, белки и прочие, и растения, которые занесены в Красную книгу. Далее собравшимся рассказали, на каком этапе находится конкурсная процедура по выбору подрядчика, который будет разрабатывать концепцию трех видновских парков – Центрального, Расторгуевского и Тимоховского. У нас 2 числа уже последняя подача заявок, после чего у нас будет где-то 10-12 дней по определению поставщика, потому что там целый у нас конкурс. Это не очень необычная методология, по которой мы будем выбирать поставщика, кто это будет делать. После определения поставщика будут проведены публичные слушания. Подрядчик учтет все замечания и пожелания жителей и специалистов администрации Ленинского городского округа. Затем концепция будет представлена в правительстве Московской области.